Сегодня у нас старая новая рубрика лайфхак или говоря по-русски полезный совет. О чем речь? Речь у нас пойдет о гаражах. И все-таки о полезных советах чуть позже. Наслаждаемся 40-секундным дефиле вдоль городского курорта Притяжения, который еще три года назад был забытым и заброшенным в 90-х ТСС. Красота? Все, конечно, помнят фильм Эльдара Рязанова «Гараж». Ну, по крайней мере, наш с Алексеем поколение помнит, да? И гараж тогда являлся предметом вожделения, ну, чуть ли не культом. Потом, ну, как-то это все сошло на нет, и гараж как-то стал просто гаражом. Ну, еще было, конечно, кафе-гараж. И это уже старшее поколение помнит, когда на капоте возле гаража растела у вас скатерть, ставилась очень вкусная, очень вкусная разная снедь, вот, и вкусные напитки. Не будем говорить, какие, потому что нас дети смотрят. Вот, потом и это сошло на нет, и гараж как-то... Присудили гаражам просто стоять. Ну, кто-то забрасывал, кто-то все-таки ходил туда немножко. Но потом пришла амнистия, пришла гаражная амнистия. Так вот, лайфхак или полезный совет, первый полезный совет. Сейчас можно приватизировать землю под гаражом. Потому что, опять же, гаражная амнистия позволила это сделать. И вы знаете, вот, я счастливый владелец гаража на Советской Армии, это центр города. И вы знаете, у меня получилось приватизировать здесь землю под гаражом. То есть сейчас у меня не только мой гараж железный, старый, дедушки, память о дедушке, но и земля под нем, под ним, моя. Так вот, о чем это я? А о том, что все-таки это центр города, и рядом притяжение, парк, городской курорт. И земля здесь будет только дорожать. Так что, граждане, имейте в виду. Можно сейчас приватизировать, если кто-то построил эти гаражи раньше, чем в 2004 году, то это можно проделать. Это, конечно, процедура непростая, но, в принципе, я это уже сделал. Гаражи в центре города хорошо и удобно. А гараж, под которым земля, тоже в вашей собственности. Это уже инвестиция, которая рано или поздно принесет таки доход. Будущее наступит, не успеете оглянуться. Оно, кстати, уже наступает. Посмотрите, опять же, на парк притяжения. Ну, в общем, как я и говорил, я эту процедуру прошел, и достаточно успешно. То есть у меня все документы сейчас на руках. И, скорее всего, я буду ждать, когда земля здесь подорожает. Она в любом случае подорожает. Потому что, еще раз повторяю, центр города, советская армия, Столиваров, парк притяжения. Но если прям хороший человек и очень хочет, то за хорошую цену я, конечно, могу уступить. Спасибо за внимание. Продолжение следует...